Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня я хочу вам показать различные вкусные продукты, которые я привожу лично для себя из Италии, потому что я обожаю итальянскую кухню, обожаю всякие итальянские сыры, всякую итальянскую пасту и всякое такое разное, но поскольку у нас в стране санкции, не будем обсуждать эту политическую тему, в общем печалька происходит. И я хочу вам кое-что показать. То, что я привезла, это не какие-то мои кулинарные там мастхевы, не какие-то супер нереальные деликатесы, это просто то, что я реально люблю кушать, то, что мне вкусно и то, что я покупаю в Италии, когда я там бываю при оказии, как говорится. Обязательно, конечно же, первое в списке это пармезану, это пармезан. Господи, я не знаю, я обожаю этот сыр, всегда его любила и всегда практически у меня в холодильнике был кусок пармезана, здесь у меня два куска по 500 где-то грамм, больше кило пармезана, вот этот будет храниться, вот этот надо уже начинать съедать, либо опять его в вакуум запаковывать. Очень вкусный сыр, считаю, что обязательно его надо привозить, потому что у нас сейчас тоже какой-то продается пармезан в супермаркетах, но там что-то цена из серии 3000 рублей за вот такое вот что-то вообще на донышке, знаете, как сейчас популярно в интернете говорить. Здесь получается цена 600 грамм 20 евро, то есть, ну, 600 грамм 20 евро 1400 рублей, это вполне себе адекватная цена, сыр вкуснейший, потрясающий, люблю очень пармезан. Еще сыр, который я люблю, это горгонзола, и, кстати, мы любим дома иногда делать сырную тарелку, ну, опять же, при оказии, просто сыр, мед, орехи и виноград, и это очень вкусненько, я вообще пожрать люблю, вы, наверное, уже поняли по моему итальянскому влогу. В общем, горгонзолу я тоже очень люблю, у нас она в магазинах сейчас опять какая-то химическая, но, кстати, вы знали, я вот не знала, что швейцарские сыры вроде как не под санкциями, по крайней мере, в азбуке вкуса, понятно, что по очень высокой цене, но, тем не менее, можно купить какие-то швейцарские сыры, еще какие-то продукты, может быть, я не знаю, хозяин азбуки вкуса с чемоданом летает в Италию или там в Швейцарию. В общем, горгонзолу тоже люблю и вот покупаю, ну, купила что-то одну вот маленькую пачку, но она портится просто быстрее, не может долго лежать, как пармезан. И еще люблю такой вот сыр с перцем, муж меня такой не ест, он прям с кусочками такого перца внутри, остренький, я люблю острое, в принципе, сыры, вообще все. Кстати, давайте я вам покажу, чтобы вы мне чуточку позавидовали пармезану, посмотрите, какой кусман, ну, это же вообще прям, ммм, а запах какой закрытый идет. Дальше я очень люблю копченый сыр. Яку привезла таких два лоточка, вот остался уже один и тот уже недолго будет с нами. И что круто в итальянском копченом сыре, это то, что он не очень соленый. То есть наши, я когда покупаю копченые сыры, знаете, вот эти вот всякие, продаются как шариками, орешками, полосочками. От них потом сушняк просто дичайший, начинаешь пить эту воду, из-за соли она не выходит, вот с таким вот просто лицом потом просыпаешься. Очень соленые. А эти просто пахнут, у них чуть-чуть вот как бы та оболочка такая подкопченая, но она не соленая, нету вот этого дикого сушняка и очень вкусно, просто очень. В общем, если уважаемые российские производители копченого сыра, пожалуйста, не надо делать такой соленый. Умоляю вас, вот, вот, снимите рецепт, не знаю, вот этого. Это называется Vekiamalga. Еще обычно я привожу масло с различными вкусами. Я люблю вот такое острое масло, оно прям там с перчиком чили, оно, видите, аж красное от этого перца, но оно очень ядреное. Я хоть и люблю острое, я недавно этим маслом заправила салат, и я офигела, насколько оно острое, то есть его прям надо чуть-чуть, и вот, ну, баночка заполнена, наверное, где-то вот досюда, то есть вот это вот количество масла я заправила салат, не повторяйте моих ошибок, вот такие масла, их надо добавлять немного, прям капельку для вкуса, иначе просто рот весь будет гореть, там вообще такой пожар просто будет. Дальше я еще очень люблю масло с чесночком. Им я заправляю салаты, можно хлеб в него обмакивать, там, видите, прям кусочки чесночка. Такое масло, безусловно, можно сделать самому, и еще одно масло, которое я очень люблю, этот формат, это масло с розмарином. В нем хорошо что-то замариновывать перед жаркой, перед готовкой, просто встряхиваете, и там, видите, вот этот розмарин, обожаю запах розмарина, но я обычно добавляю салат, потому что я не жарю ничего на масле, и обычно это вот какие-то или салаты, или там какую-то рыбу в этом замариновать, потому что красное мясо я тоже не кушаю. Еще я себе привезла кофе в зернах, я люблю кофе, пью его много, люблю хороший кофе, но мне, на самом деле, по большому счету, там все равно, главное, чтобы мне было вкусненько. Раньше я все время пила американо, сейчас я практически все время пью только капучино, не знаю, с чем связаны такие изменения. Еще я привезла себе пасту, эта разновидность пасты называется пене, и я обожаю черную пасту, она с чернилами каракатицы, не знаю, вкуса она вроде не дает никакого, эти чернила, но я почему-то обожаю черную пасту, у меня есть дома черные спагетти, их привозили итальянцы партнерам мужу, и вот это теперь есть, и надо бы еще купить, но, кстати, в той же Азбуке вкус, я не знаю, вроде работает вот эта эмбарго, но то ли не на все продукты, то ли что, потому что там бывает можно купить вот эти вот итальянские пасты, может быть, это какой-то завод в России, который изготавливает по итальянской технологии, я не знаю, моцареллу, кстати, вкусную можно уже покупать, Гальбани фирма, мне кажется, ее просто выкупили итальянцы, поставили свой рецепт и просто производят вкусную нормальную моцареллу, поэтому моцареллу я Гальбани покупаю, но, кстати, в Италии, вот у нас все чуть более какое-то соленое, в Италии моцарелла, она вообще безвкусная, то есть ее можно любую приправу добавить и сделать тот вкус, который вам нравится, у нас она вся чуть-чуть более солноватая, но если моцарелля меня вот эту вот капельку солноватости еще устраивает, то в копченом сыре это вообще просто трындец какой-то, я влюбилась теперь в этот итальянский, ну, сельевик, как говорится. И что еще я постоянно покупаю в Италии, всегда вообще, когда там бываю, это паста тартуфу, это трюфель, трюфельная паста, то есть это трюфель нарезанный, мелко, он там в масле, и бывает иногда покупаю трюфели целиком, они тоже в баночке, это не дешево, такая баночка около 15-20 евро стоит, и на этом очень вкусно замешивать соусы различные для пасты, в основном я покупаю вот в таком вот именно формате, и когда делаю сливочный соус для пасты, я вообще люблю пасту, ну, у меня, наверное, это заметно, вот, в общем, люблю пасту, когда я делаю сливочный соус, то я добавляю, наверное, ну, чуть меньше двух столовых ложек, без горки просто, ну, как у столовых ложек обычно, и передается такой мягкий вот этот вот вкус трюфеля, он, знаете, не прям супер ярко выраженный какой-то, но вот аромат, не знаю, ну, как это объяснить, он какой-то терпкий немножко, ну, в общем, вкусно, короче говоря, это получается, но, естественно, это не только этот соус, я еще добавляю какие-то грибы, обычно, типа, вешенки или что-то такое, в этот соус, и получается такой вот он грибной, такая грибная паста, вся ароматная, кстати, тоже не чистая трюфельная паста, здесь в составе есть шампиньоны и трюфели, то есть это, ну, вот, типа трюфельный соус это называется, поэтому я то трюфели покупаю, а то вот такую пасту, поскольку я уже часть покупала просто в аэропорту, потому что не успели купить это в городе, ну, я не знаю, как так можно провести неделю в Италии и не успеть что-то купить, но мы умеем, практикуем, поэтому купила вот это, целых трюфелей там не было в аэропорту Балони, в общем-то, это все, всякие колбасы там с салями, всякое вот это я просто не кушаю, поэтому я это и не привожу, что логично, но знаю, что там какие-то колбасы, прошуто, что все это привозят, но я в этом совершенно не разбираюсь, поэтому ничего сказать не могу, также вино, я вино, ну, могу чуть-чуть там, знаете, вот на донышке, ну, чуть-чуть могу попить совсем, но очень редко, не для удовольствия, больше, чем какой-то праздник, я не люблю вкус алкоголя, поэтому я везу то, что мне понятно и то, что мне вкусно. Я не знаю, насколько это видео было полезным и хоть каким-то интересным и хоть каким-то вообще информативным, и напишите, как обычно, пожалуйста, надо это, не надо, интересно, неинтересно, такие лайфстайл видео, потому что, ну, мне вроде нравится снимать, мне интересно, надеюсь, вам тоже было интересно меня послушать, возможно, будут еще какие-то вопросы, и я знаю, что много подписчиц очень из Италии у нас тут, и, пожалуйста, рассказывайте, какие еще деликатесы можно купить, что попробовать еще вкусного в Италии, потому что я уверена, что вот это, это просто взгляд такой, ну, очень поверхностный и первый, о чем думаешь, когда приезжаешь в Италию, поэтому расскажите, пожалуйста, что бы вы рекомендовали покушать в Италии, попробовать в Италии и что с собой привезти, потому что многого, ну, у нас-то ничего нет из этого, поэтому все привезти, наверное, надо, вот. Ну и все, мы с вами увидимся в следующем видео, всем вас целую и обнимаю, до скорой встречи, всем пока!